Всем доброго времени суток. Сегодняшний урок посвящен лицевой анимации. Вот сейчас я вам покажу небольшой пример. Продолжение следует... Вот на примере вот этой девочки мы с вами сделаем сегодня лицевую анимацию. Итак, я добавляю девочку в сцену, выбираю ее, дважды щелкаю левой кнопкой мыши, и она появляется в нашей сцене. Прежде всего мне хочется немножечко подправить ей руки, чтобы она немножко лучше смотрелась. Для этого я захожу в анимацию, редактор движений, и немножечко подвинул руки, чтобы они не прятались у нее в платье, а вот так вот были видны. А сейчас приступим к анимации. Чтобы наш аватар заговорил, мы прежде всего должны добавить сюда аудиозапись. Я нашла в интернете стишок, который читает Диана Казакевич. Вот ее эмоции мы сейчас попробуем добавить нашему аватару. Чтобы наш аватар заговорил, мы должны прежде всего добавить сюда аудиозапись. Для этого я захожу в анимацию, нажимаю на вот эту кнопку, добавляю аудиофайл. Вот тот файл, который мне нужен, и открываю. А теперь давайте посмотрим, где он находится. Мы наш аудиофайл прикрепили к аватару. Значит, именно наша девочка сейчас будет разговаривать. Ну, давайте просмотрим, так ли это. Ходит наша бабушка, палочкой стуча. Говорю я бабушке, вызови врача. Выпистолет. Видите, наш аватар начал разговаривать, но анимация лица немножечко не совпадает с теми звуками, которые мы слышим. Как это исправить? Смотрим на шкалу времени. Вот наша девочка. Если мы нажимаем на вот эту кнопочку, левой кнопкой мыши, нам нужно выбрать здесь вот эту вот шкалу. Ставим галочку и выбираем. Опускаемся чуть ниже. Здесь нам тоже нужно ее раскрыть. Вот я нажимаю на вот этот треугольник, и видите, у нас появилась аудиозапись. Вот если я нажимаю на нее левой кнопкой мыши, она у нас выделилась. И внизу есть еще шкала, которая дает нам возможность редактировать непосредственно губы нашего аватара. Чтобы активировать эту шкалу, нам нужно нажать вот эту кнопку. Вот у нас появилось окно редактора губ. Становимся на шкалу редактирования губ. Видим, что в самом начале у нас нету ничего, поэтому мы левой кнопкой мыши нажимаем на те звуки, которые нам предлагает iClone и нажимаем клавишу DEL, чтобы удалить их. Это мне тоже не надо, я его удаляю. Речь у нас начинается вот здесь. В этой панели мы видим английские буквы и примерное расположение рта, которое будет у нас при нажатии определенной буквы. Ну вот я нажимаю здесь, видите, вот это наша иконка и вот то, что мы видим на лице аватара. Тут мы тут сразу же можем это все увидеть. Ну вот методом подбора нам нужно подобрать те буквы или звуки, которые нам нужны для проговаривания нашего текста. Вот я, к примеру, эту удаляю, нажимаю клавишу DEL, ставлю другую. Это меня устраивает, я оставляю. Ну и так далее. То есть здесь сложного ничего нету. Вы прослушиваете кусочек записи. Вот, к примеру, от этого кусочка до вот этого. Слушайте, примерно выбираете расположение губ, которое вас устраивает и вставляете вот сюда вместо вот этих вот фраз. В целях экономии времени я не буду на этом особо останавливаться. Тут все понятно. Я пока закрою эту панель. Предположим, что мы уже сделали всю анимацию. Вот мы можем теперь ее прослушать. Ходит наша бабушка, палочкой стуча. Говорю я бабушке, вызови врача. Выпьешь ты лекарства, будешь ты здорова. Если будет горько, ну что же тут такого? Ты потерпишь чуточку, а уедет врач. Мы с тобой на улице поиграем в мяч. Будем бегать, бабушка, прыгать высоко. Ну что же тут такого? Это так легко! Предположим, что все нас устраивает в этой анимации и мы можем ее записать, чтобы потом можно было использовать не только с этим аватаром, но и с другими. Для того, чтобы записать эту анимацию, во-первых, вы обязательно должны стоять на вот этой вот дорожке. потом мы заходим здесь в анимацию, лицевая анимация и нажимаем на вот этот плюс. У нас появилась пользовательская папка и вот тот файл, который нам нужно записать. мы можем дать ему название, ну, например, стих я пишу английскими буквами, потому что iClone не понимает русских букв и из-за этого у вас могут быть проблемы. Нажимаем клавишу Enter и вот этот стих мы в дальнейшем можем использовать не только с этим аватаром, но и с другими. Давайте проверим, так ли это. Вот я выбираю другого аватара. Вот, к примеру, вот эту девочку. Ищем нашу лицевую анимацию. Вот она. Дважды щелкаю по ней. Она применилась. Так, эту девочку я пока удалю. И посмотрим, что у нас получается. Ходит наша бабушка, палочкой стуча. Говорю я бабушке, вызови врача. Выпиш ты лекарства, будешь ты здорова. Если будет горько, ну, что же тут такого? Ты потерпишь чуточку, а уедет врач. Мы с тобой на улице поиграем в мяч. Будем бегать, бабушка. Прыгать высоко. Ну, что же тут такого? Это так легко. Итак, с анимацией речи мы с вами разобрались. Желательно сюда добавить еще анимацию лица. Об этом я рассказывала в уроке создания собственного аватара. Если кому интересно, пожалуйста, перейдите по ссылочке и посмотрите этот урок. И, конечно, нужно добавить остальные движения для этого аватара. Это рассматривалось в предыдущих уроках. Если вам интересно, смотрите, пожалуйста, их. На этом наш урок окончен. Всего вам доброго. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...